Всем привет дорогие друзья, сегодня для вас есть две истории. Все-таки есть еще в мире простая человеческая доброта. Наша первая история о мужчине, который спас из ледяного плена собаку. Но давайте обо всем по порядку. Как-то раз, идя к себе в гараж по делам, житель Приморского края, живущий в поселке с красивым и звучным названием Славянка, услышал вдруг, как скулит собака. Пойдя на звук, он увидел печальное зрелище, обычный уличный пес по неосторожности пример с языком к металлическому люку. На улице стоит сильный мороз, так что горячий собачий язык тут же намертво прилип к люку. Бедное животное, стараясь освободиться из ледяного плена, едва не лишилось языка. Скорее всего, в конечном итоге так и произошло бы, на улице, на секундочку, было порядка минус 40 градусов. Представьте, что произошло с языком, если бы не помощь мужчины прохожего. Местный житель, увидев, в каком затруднительном положении пребывает животное, тут же позвонил своей супруге и попросил ее срочно вынести теплую воду. Правда, этого не хватило, и женщине пришлось бежать еще за одной бутылкой. Все это время мужчина успокаивал здорово испугавшуюся собаку. Вторая бутылка оказалась полезнее первой, и псу удалось благополучно отлипнуть от люка. Слава богу! Как же такая затруднительная ситуация вообще могла случиться? Вероятнее всего, какие-то добрые люди решили покормить собаку и положили кушанье на металл, не подумав, как легко к нему примерзнуть в такой мороз. Животное же, покушав, решило, судя по всему, облизать остатки. Что случилось дальше, известно. Как все-таки хорошо, что есть еще вот такие неравнодушные люди, готовые оказать помощь попавшим в беду собачкам. Уважение таким мужчинам. Следующая история не менее интересная. Много ли людям надо, чтобы вновь обрести веру в лучшее будущее? В первую очередь нужны примеры, примеры правильных поступков, пусть и небольшого масштаба. Сотрудник охранной компании увидел мокнущего под дождем пса и принял единственное верное решение. Эрик Дерман, охранник, развернул служебный зонт над золотистым ретривером Фредди. Снимок сделала Мел Грейси, которая призвала охранную компанию Маррисуна снаградить своего сотрудника. Прогноз погоды был неблагоприятный, ливни обещались затяжны и оставлять песика вот так скучать и мокнуть возле супермаркета никак нельзя. С другой стороны, внутрь с собакой нельзя тем более, и одна из задач охранника Дермана это контролировать. Видимо, он почувствовал вину, что из-за его действий хорошему песику приходится оставаться снаружи. И как сумел, так и помог ему. Наш герой, Эрик Дерман. Как лаконично заметил сам Дерман, когда счет благодарственных комментариев перевалил за сотни тысяч. Похоже, сегодня я счастливил многих людей. И не в последнюю очередь владельцев Фредди, которые сердечного его поблагодарили. Вот такая мелочь, а подняла настроение целому городу. Спасибо за просмотр, если вам понравился ролик, ставь лайк. И не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, видео выходят каждый день. Субтитры сделал DimaTorzok